КАНОБУ РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Все мы привыкли воспринимать фразу «Анонимус негодует» как пренебрежительную шутку. Однако «Анонимус» — это еще и мощная интернет-группировка, известная своими успешными акциями протеста против того, с чем не согласны. День порно на Ютубе, саентологический скандал и месть за участников Викиликс в свое время потрясли общественность. А теперь взор «Легиона безликих» пал на политику компании Sony. Судебные преследования взломщиков третьей PlayStation переполнили чашу народного терпения. И сообщество «Анонимус» послало корпорации своего рода черную метку — письмо-предупреждение. Как бы только обычные пользователи в итоге не оказались крайними. К псевдо-сериальному триллеру «Алан Вейк» публика отнеслась крайне неоднозначно. Кто-то посчитал его непродуманным, другой увидел в нем интересный сюжет, а третий был занят подсчетом полигонов. Как бы там ни было, авторы никогда не скрывали, что хотели бы заняться продолжением мистической истории. И вот, буквально на днях, студия Remedy объявляет об открытии вакансии ведущего дизайнера уровней для работы над новым проектом с интригующим сюжетом и напряженной атмосферой. Официальный рупор Xbox-сообщества при этом вовсю намекает, что Алана вновь потревожит. Надеемся, июньская E3 развеет в туманные слухи и внесет ясность. Увлекшись первоапрельским угаром, мы совсем упустили из виду интересный фанатский проект. Любительский фильм по мотивам Left 4 Dead получил свое продолжение. Первая часть появилась в сети еще в прошлом году, и за минувшее время ребята здорово поднаторели. В кадре наконец-то появились девушки, пусть и ненадолго. История разветвилась, да и зомби-массовка заметно прибавилась. Конечно, это не нюка-брейк, но видео получилось вполне достойное. Поклонники сериала не пропустите. Япония – настоящий рай для любителей музыкальных игр. Два года назад нам показали очередное очень интересное развлечение с говорящим названием Rhythm Heaven. Каждая мелодия уникальна, равно как и ее оформление. То мы репетируем с оркестром, то собираем роботов на заводе, а то и помогаем ниндзя препарировать арбуз. Никакого сюжета и никаких загадок. Просто ритмичная релаксация. А ведь порой так этого не хватает. Как же встречал начало первой апрельской недели наш Канобу? Виситри показал несколько игр, где нам отводится крайне необычная роль. О многих из них вы, вероятно, даже и не слышали. Доктор Кот обеспечил себе триумфальное возвращение обличительной записью о пошлых перезагрузках популярных серий. А глухарь селянером подготовили десятую медиатеку с приглашенным гостем Наполеоном. Напряженный же выдался денек. Возможно, так себя чувствуют все, кому за сто. Но это не повод для старческого кряхтения. Сегодня вечером мы с вами поговорим о танцах. Так что я, Александр Глаголев, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok